Ковыляющая на трёх лапах дворняжка Каи – визитная карточка Юрмальского приюта для животных в Слоке. Она местной сторожил. У Оскара, хозяина этого последнего прибежища для брошенных животных, не поднялась рука усыпить искалеченную собаку. Самоуправление финансирует пребывание животного в приюте только первые две недели. Потом от него надо либо избавиться, либо искать средства на его содержание. К счастью, мир не без добрых людей. Общество службы помощи животным объединяет добровольцев самых разных профессий. Они выгуливают собак, заботятся о кошках, проводят благотворительные акции и собирают деньги в помощь четвероногим братьям. Незаменимую помощь в этом оказывают социальные сети. Наши волонтёры поставили наш пост о помощи приюту. И для нас было полной неожиданности, что откликнулись, увидели нас, заметили. И вот фонд «Балтийские музыкальные сезоны» предложили свою помощь. Это действительно очень неожиданно и так приятно, и трогательно, что люди вот такого уровня, они увидели, прониклись нашей проблемой. Один из самых значительных музыкальных проектов в Латвии – «Балтийские музыкальные сезоны». В рамках этого проекта в середине июля на сцене «Дзинтери» выступил знаменитый камерный оркестр «Виртуоза Москвы». Солировал маэстро Миша Майский, всемирно известный вианн-челест, уроженец Латвии. Вместе с ним музыцировали его старшие дети – Лили и Саша. Любовь к музыке и милосердие в жизни больших мастеров идут рука об руку. Наше творчество, связанное, параллельно идет с благотворительностью. И вот эта проблема, конечно, не оставила меня равнодушным. Я приехал сюда и надеюсь, что мы будем в дальнейшем что-то помогать, потому что люди должны понимать, что приют для собак. В общем-то, я даже желал бы людям брать собак из приюта. Они будут преданы на всю жизнь, хотя они помогут этим собакам, помогут их воспитать, помогут тем, кто остается здесь. Это наша святая обязанность. Я считаю, что это самое благородное, что можно помогать своим близким, своим младшим близким, своим меньшим близким. Вот это, мне кажется, для этого человек и живет. Именитых гостей в Слокском приюте ожидали с волнением. К их визиту готовились. Убрали территорию, проветрили внутреннее помещение, вычистили подстилки. Но благотворители приехали не с инспекций. Их миссия – примером звезд мировой величины – привлечь внимание общества к печальной судьбе животных, брошенных равнодушными хозяевами и оказавшихся в привыте. К нам приезжают известные музыканты со всего мира. Но одним из первых, кому эта история тронула и задела до глубины души – это Миша Майский, сам рижанин, сам родился в Латвии. Один из выдающихся музыкантов мира, наверное, виланчерист номер один, такой сделал инициативу, что часть своего гонорара готов отдать, пожертвовать на приют для животных. Пять тысяч евро пожертвовал приюту знаменитый музыкант. Миша Майский – глава большого семьи, членами которой являются и домашние животные. У нас всегда были и собаки, и кошки, и птички, и масса других. Они очень хорошо чувствуют и знают, когда люди к ним хорошо относятся. Это мои девочки, я их называю, это моя жена с нашей. Может быть, благодаря широкому жесту одного из самых известных уроженцев Латвии, больше внимания на бедственное состояние приюта в Слуке обратит и Юрмальская дума. А пока трехлапая Кайя пристально вглядывается в каждого посетителя, словно ищет своего хозяина. И не находит.